Когда жизнь? Театр. В Ивановской государственной филармонии состоялся 4-й областной творческий конкурс среди воспитанников детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие организовано при поддержке губернаторской программы «Дети Ивановской области» совместно с Департаментом соцзащиты. Меня особенно радует, когда я вижу на сцене, как эти ребята научились дружить, как они помогают друг другу, как это для них важно чувствовать, что ты среди сверстников можешь быть так же, как все. И так же, как все получать аплодисменты и выходить на сцену. Вот это, мне думается, более важная часть нашего соревновательного творения, нежели призы. Вся жизнь этих ребят посвящена театральному искусству. До того, как выступить здесь, участники проходили отборочный тур. В нем соревновались 18 команд и только 8 коллективов смогли выйти в финал. Номера разнообразны. Есть музыкальные, танцевальные, театрализованные и даже кукольные представления. Параметры, которые оценивает жюри, входят не только, ну допустим, какая-то эксклюзивность представления, артистизм. Здесь же ребята готовят все сами. Декорации, костюмы, развиваются различные направления их творческой натуры. Определенной темы, в отличие от предыдущих конкурсов, сегодня нет. Отсюда такая свобода творчества. Конечно, ребята очень волнуются, переживают, но не позволяют себе ни единой ошибки. Каждое выступление выверено и продумано до малейших деталей. Сказку о Иване Дураке, который искал счастье. Эту сказку мы посвятили режиссеру Александру Роу, который снял сказку «Морозка». Это сказка о добрых людях, борьбе добра со злом и о любви. Ну, волнение все равно какое-то есть, когда выходишь на сцену поначалу, а потом уже как-то входишь в роль и волнение уходит. Выйти на большую сцену для этих ребят уже победа. И по словам организаторов, театральный ринг дает участникам не только ценный опыт, но и столь необходимое им дружеское общение. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.